Время обучения для студента веселое и яркое. А все потому, что в университете Пушкина есть огромное количество возможностей проявить себя или научиться чему-то новому. И, конечно же, повод отыскать молодые таланты. Такой шанс был у тех, кто решил принять участие в ежегодном конкурсе «Студент года», где конкурируют между собой самые яркие и талантливые юноши и девушки. Нешуточная борьба за звание лучшего среди студентов университета имени Пушкина была поистине жаркой. Будущие специалисты разной сфер деятельности показывали все, на что способны, а талантов у ребят оказалось немалым. Конкурс «Студент года» проводится в нашем университете в 23 раз. И, конечно, очень важен и для студентов, и, конечно, для нас, преподавателей. Почему важен для студентов? Во-первых, потому что они в результате этого конкурса показывают свои профессиональные умения, показывают умения, как реализовывать себя вне стандартной ситуации, как отвечать на вопросы учеников. И это, в общем-то, в общей сложности говорит о их профессионализме и интеллекте. «Студент года» — это традиционный конкурс, он, конечно же, будет всегда. Студенты с волнением к нему готовятся. И понятно, что каждый факультет хочет показать, что его студенты или его представители самые лучшие. Один из конкурсных этапов — это идея-проект профориентационный, который можно было бы потом реализовать, буквально в этом году, в течение этого года реализовать, и тем самым привлечь внимание абитуриентов к нашему университету. Из новых, из традиционных остались, конечно, безусловно, это интеллектуальный конкурс, это конкурс самопрезентации, это конкурс домашнего задания, творческий конкурс. Тоже лидеры студенческого самоуправления предложили. Впервые мы делаем вместо танцевального конкурса впервые будет творческий конкурс любого жанра. Ну, тем самым давая возможность каждому показать свой творческий потенциал в том направлении, в том жанре, в котором он считает себя сильнее. Самый престижный конкурс вуза, каким стал со временем студент года, доказал, молодежь стремительно идет в ногу со временем. Ей под силу любые барьеры и сложности. Она хочет овладевать знаниями и, конечно же, развиваться творчески. В первом испытании публика смогла ближе познакомиться с участниками. Студенты рассказали о себе, о студенческой жизни, об успехах, к которым уже успели прийти. Различные мероприятия – это всегда интересно и что-то новое. И в каждом мероприятии ты открываешь для себя какие-то новые грани и в себе, и в различных конкурсах, и понимаешь, что ты хочешь и дальше участвовать. Тебе это очень нравится. И твоя публика, твои друзья, которые тебя всегда поддерживают в зале, это всегда очень большого стоит. И это всегда очень приятно. Участвую я в таком конкурсе на базе университета в первый раз. Я даже не знаю, чего ожидать, может, каких эмоций. Это очень волнительно. И в душе просто все сжимается, хочется узнать поскорее. Сам конкурс, он очень сильно объединяет, и прямо ты наполняешься позитивной энергией, потому что рядом с тобой люди, которые идут к той же цели, которой идешь ты, и вас объединяет что-то общее, что-то очень дружное, что-то очень такое приятное и доброе. Я думаю, что ребята сейчас очень сильно волнуются, но после первого конкурса, после визитки, их немножко отпустит, они наполнятся позитивной энергией, дружбой, поддержкой, взаимопониманием. Им будет уже полегче, они будут с замиранием сердца ждать результатов, как это делали мы. Члены жюри, среди которых и победительница 2020 года Ангелина Кислочникова, на вопрос о критериях, по которым будут судить конкурсантов, отвечали. Все необходимые для этого пункты уже отмечены в положении конкурса, однако признали, что помимо строгого следования правил и грамотности при выполнении заданий, студент года должен быть харизматичным и артистичным, способным найти выход из любой ситуации. Для нас, конечно, в первую очередь, это гармонично развитый, это интеллектуал, это человек, который обладает хорошими коммуникативными способностями, это человек с хорошей успеваемостью, учебной дисциплиной, у которого есть лидерские качества, который готов представлять честь факультета и честь университета уже на уровне области, республики. Сами конкурсантки, выходя на сцену, казалось, совершенно не ощущали волнения и напряжения, которые обязательно присутствуют на подобных мероприятиях. Серьезная конкуренция не пугала, а скорее подстегивала девушек и вдохновляла на творческие совершения. К тому же ситуация, когда до цели остается несколько шагов, нервозности и волнению точно не место. А потому все участницы справились на все 100%.